И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшнее видеоролик посвящен одному интересному тесту, как вы знаете, у нас в этом месяце. Можно так сказать, даже в этой половине месяца. В челлендже было очень интересное устройство, которое когда-то я уже тестировал. Наконец-таки я прошел челлендж и получил обездвиживающий бой головочки на страйкер. На моем спецаккаунте где-то месяц назад это устройство показало себя просто великолепно. Сейчас же его добавили в челлендже, понятное дело, что его имбовость уже должна быть снижена. Но сегодня мы его потестируем вместе с вами, посмотрим, что оно показывает в матчмейкинге на данный период времени. Ну и поймем, нагибает ли оно, имеет ли оно какой-то смысл и стоит ли вообще его брать и играть на этом устройстве в матчмейкинге. Что касаемо его характеристик, то здесь я могу сказать, что оно ничем не отличается от дефолтного страйкера с охотником. Только здесь у вас есть дополнительный эффект оглушения противника. Да, сейчас возможно оно не так будет жестко решать из-за того, что теперь у нас с оглушением не скидываются флаги и мечи. Но даже при этом раскладе я думаю, что дефолтный охотник хорошо себя показывает, а здесь есть еще и дополнительный эффект. Ты по сути ничего не теряешь и имеешь только дополнительный хороший бодрый бонус. Поэтому отправляемся в матчмейкинг. Что касаемо режимов, сегодня скатаю, я думаю, что регби и цп. То есть в регби посмотрим, как можно с данной интересной комбиной втопить и затем убивать противника, который будет вести мяч. Ну и что касаемо корпуса, плюс дрона, сегодня бустер, понятное дело. Я уже его на протяжении довольно длительного периода времени вообще в принципе не меняю. Ну и Крусейдер это, наверное, один из самых метовых корпусов на данный момент. Я думаю, что по этому поводу я еще запишу видос и выскажусь. Да, почему Крусейдер, почему не какой-то другой корпус. Но сегодня именно вот такая вот комбиночка у нас вместе с вами будет. Против я смотрю, что там есть какой-то молодой человек на пробитии. Возможно, стоит сейчас будет поменять устройство на корпус. Но пока играем от мяча. Ну и уже смотрим, где мы можем здесь кого-то поступить. Есть противник здесь. Хороший лак, бодрый. Мы сразу на землю приземляем, сливаем и легенько доставляем. Так, еще одну хорошую сводочку. Здесь, конечно, ну просто круто то, что пока что это никто не контрит. Да, то есть через время я думаю, что эту комбинацию будет контрить иммунитетом. И она уже себя не будет настолько жестко показывать. То есть, например, там против каких-нибудь викинга шафтов или других вооружений, которые могут нанести дэмэдж в какую-то определенную секунду и быстро вас чпокнуть. Теперь это все дело может легко контриться. Вот, например, просто, я хотел сказать, хопера на землю приземляем. И все, но он даже с карты выходит. Поэтому как-то так, как-то так. Может быть, эта катка не покажет прям максимум. Ну, посмотрим, 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 что у нас здесь получится. Эдид очень плотно лечит. Ну и плюс огромнейший есть этого устройства в том, что вы после сводки можете дать, ну, практически сразу дополнительный выстрел. Да, то есть, дополнительный второй выстрел. Это очень жесткий бонус для подобных устройств. И плюс еще есть шанс повышенной критического урона для страйкера. Это просто лютейшее имбище. Так, меча, я думаю, что особо возить нет смысла. Наши тиммейты и сами могут это сделать. У меня есть уже давно сосули. Можно их куда-нибудь впустить, например, атак застопить. И спокойненько сосуличку добавить. Ну и противник какой-то не совсем активный. Очень легко против таких играется. Плюс здесь стоп у нас, я так понимаю, на секунды 3, да? У нас 1, 2, 3. Да, где-то на 3 секунды стоп примерно. Очень хорошая темочка, если, например, сравнивать с тем же хоппером, который сейчас как бы стопит тоже, да? То там вроде как 1 секунда, не более, да? Здесь есть уже хороший бомбический бонус в этом плане. Поэтому есть смысл в использовании этого устройства. Если, например, сравнивать с тем же дефолтным, например, страйкером или страйкером с охотником, на котором вы можете играть. Это устройство будет показывать себя намного-намного качественнее, намного лучше. За пол боя 15 киллов. Ну, для такого боя, наверное, неплохой результат. При том, что противник особо не активен. Если бы была бы активность больше, может быть, даже еще и больше киллов бы. Можно было бы здесь набить. Ну, на землю. Очень бесячие устройства. Прям очень бесячие устройства. Вот я представляю, что было бы со мной, если бы я бы постоянно против себя встречал бы вот такие вот устройства, которые просто-напросто, ну, контрили тебя, да? То есть, ну, чилы, которые сводят, стопят. И после этого тебя, ну, просто чпокают, как хотят. Это самое бесячее, что есть в этой игре. Даже пробитие там какое-то, это, ну, поверьте мне, это не так жестко напрягает, как вот такая тема, которая просто тебя стопит, останавливает, не дает тебе ничего сделать. И после этого тебе еще и наносит колоссально большой урон. И еще и шанс выпадения дикого критического урона. То есть, ну, я хотел взять это устройство вообще за второй сезон танки спорта. Да, когда у меня была возможность взять любое устройство из гаража. Но после того, как оно появилось в челлендже, я понял, что зачем мне брать оттуда, если я могу взять его просто с челленджа. И, по сути, это первый челлендж за полторы тысячи, который у нас появился, который я приобрел. Да, то есть, до этого я ни одного челленджа вообще не брал. Я не видел вообще никакого абсолютно смысла. Покупки челленджей. Так, ну, а здесь уже, конечно, конечно, в этом смысл имеется. Ну, я думаю, что со временем этих устройств, вернее, игроков с этими устройствами будет много в матчмейкинге. Ну, на данный период времени либо никто не юзает, либо не думает, что это нагибает. Ну, либо, может быть, вовсе нет у игроков этого устройства. Но, как по мне, очень-очень крутое прям, ну, максимально. То есть, вот такой стопчик легенький, да. Оп, встал, постоял, покурил, добавку получил и все. И спокойно наваливаешь. Чисто спокойно навалишь. Вот, например, так. Оп, оп, добавил и все. Ну, то есть, ну, что ты будешь делать? Ну, что? Ты ничего не сделаешь. Абсолютно ничего ты не сделаешь жесткого против этого страйкера. Единственное, чем ты можешь его законтрить, единственное, больше ничего не контрит. Это, конечно же, иммунитетик от оглушения. Нет иммунитета от оглушения? Братанчик, ну, тогда это Габелла. Это просто бесшансовая сразу Габелла. Бомбежка. И, ну, я не знаю. Желание просто выйти с боя, наверное, у меня бы появлялось. Если бы я катал бы против такой темы. Очень дико дает. И, возможно, не во всех режимах, не во всех боях. Да, определенно, как и любое другое вооружение. Но в этом бою, вы видите, что оно показывает. 35 киллов. Это очень хороший результат. Ну, и здесь еще, наверное, по большей части зарешало то, что у нас не было резистов. От страйкеров в матчмейкинговом бою. 3000. Это при дополнительном кэфе, который у нас на выходных, было бы 6000 кристаллов. 6000 кристаллов. Это очень хороший приход. Ну, и здесь уже теперь скатаем контроль точек. Если уж в регби это устройство себя показывает настолько жестко, то я даже не знаю, не могу себе представить, что будет в ЦП. Если здесь будет так же самое, либо лучше, ну, тогда это просто фулл габелла. И больше не о чем говорить. Так, у нас есть два резиста против. Шикарная карта для страйкера. Есть определенные позиции, где можно встать и покемпить. Ну, и пробуем. Смотрим, что будет получаться. Стопим сразу толстого мамонта. Добавляем ему целую семерочку скрита. Да, но у него есть спасатель, поэтому еще чуть-чуть покидать надо. Ну, и вот, например, против игрок играет с уранчиком. Уранчик на данный период времени, я считаю, что уже далеко не тот метовый страйкер, который был раньше. То есть сейчас от него, по сути, особо смысла никакого нету. И, например, вот те же самые обездвиживающие боеголовки, на которых на данный период времени я нахожусь, они значительно лучше и качественнее себя показывают. Так, ну, играть против такого замечательного мамонта со спасателем может быть не очень комфортно, что надо много тычек ему давать. Ну, ладно. Ой, еще один спасатель. Офигеть, что они все на спасателях играют? Что это за прикол? Ну, спасатели в матчмейкинге. Это новая фишка. Новая фишка играть на спасателях в матчмейкинге. Давайте сейчас мы ему такой стопчик хороший... А, даже, ну, семерочка. Шикарная залетела. Кричический урон очень хороший. Шикарный даже, я бы сказал, на этом страйкере. И при том, что он часто выпадает, это, конечно, дает очень хороший бонус. Дополнительный. Так, 7 килов. 7 килов. Не сказать, что супер-мега-крутой результат, но неплохо. Неплохо уже. Пробуем добавить по мамонту. Хорошо, 3500 очку оформляем. Почему именно бустер? Почему не какое-то другое устройство? Я не знаю. Я в последнее время вообще разочаровался во всех дронах. И почему-то мне кажется, что сейчас... Ну, просто дрона лучше нет. Лучше нет. Так, думал, что быстро спрыгнуть могу накинуть, но... Чуть не получилось по таймингам. Не залетело, можно так сказать. Но ничего страшного. Пробуем сейчас здесь накрутить. Пробуем накруточку оформить красивую. Ага, мамонт с овердрайвом газует. Я вам взял иммунитет, что ли? Какой никнейм у него? Циферка, да? А, нет. Это с овердрайвом не стопится корпус теперь? Офигеть. Вот это бустанули, мамонт овер. Теперь даже... Не контрится... Стопом никаким. А может и до этого так же само работало, я просто не знаю. Ну и здесь еще есть один из бонусов. Это то, что ты сплэш урона можешь даже несколько танков застопить. То есть, если они близко кучкуются, это вообще жесткая им бища. Ты можешь сразу двоих-троих постопить. Это, конечно, крутяк. На данный период времени, я думаю, что это самое бесячее устройство, которое есть вообще в игре. То есть, жестче устройство. О... Деморелизации противника, я думаю, что нет. Здесь просто это... Кто-то с чем-то происходит. Габелье. Габелье. Так, мамонта. Хорошо. Шикарную сводочку даем. Оп, добавочку. Шикарно, супер. Просто бомбочка. Просто бомбочка. 18 килов. Очень неплохо. Уже... Уже очень неплохо. Еще одну. И 3500. Ну и меня, к сожалению, респят. К сожалению, респят. К сожалению, респят. Ну ладно, ладно, ладно. Ничего страшного. Пробуем дать вот здесь вот хорошую сосульку. Почему-то она проходит только по одному противнику. Викинг хочет меня нагнуть. Я ему сейчас дам приход. Ну и добавку сразу сверху. То есть, ну... Я не знаю, серьезно. То есть... Ну вот вы захотите законтрить это устройство? Если у вас нет иммунитета, можете просто забить болт. Потому что, ну, у вас ничего абсолютно не получится в бою, если у вас нету на корпусе иммунитета от оглушения. А еще, если у вас есть, например, Крусейдер, которому вы можете пробитие нанести дополнительно, то, ну, как бы... Вам придется, как минимум, страдать от чего-то. Да? А если вы будете страдать, а если еще в катке будет какой-нибудь Гауссик, который будет с Эмми, да? То есть, есть комбинация, например, оглушение, пробитие, плюс еще отключение расходки. Но это просто фулл тилтищи. И можно сразу ливать с катки и говорить, что я здесь играть не буду. Я не хочу страдать. Поэтому как-то так. Может быть, мне очень жестко повезло сейчас с режимами, с боями. О, ясно. Просто хоппер до дому поехал. Отличную сосулью выдаем. Но вы видите, что показывает страйкер на данный период времени. И, по сути, за тот месяц, который прошел, может, даже больше, на этом устройстве абсолютно, просто абсолютно ничего не поменялось. Просто его еще и добавили челлендж. А на нем в бою никто не играет. Это, конечно, крутяк, что никто не катает. Все думают, что это, наверное, шляпа усатая. Но вы видите, что показывает, по мнению игроков, не совсем крутое устройство. И насколько жестко можно просто-напросто навеливать. 31 килл. В том бою у меня была 35-ка. Здесь еще есть целых 50 секунд. По сути, у меня есть время, чтобы сделать, как минимум, столько же киллов, сколько я сделал в прошлом бою. А может, даже и больше. Так, хорошую сводочку хотел оформить, потом передумал. По одному выстрелу решил покидать. Есть противник на центре. Есть в упоре хоппера. Страйкер, который решил свестись. Ну, что происходит с его сводочкой, когда нет иммунитетика? Конечно же, он просто летит до дому. Так, ну я киллов так и не сделал. С 31 не поднялся. Возможно, перерадовался. По поводу такого суперского, мега, крутейшего страйкерочка. Ну, вот здесь вот посадим сейчас молодого. Ну и, к сожалению, бой заканчивается. 32 килла, 600 очков. Ну, что я вам могу сказать? Ну, это тема, которая просто морально уничтожает противников. Просто уничтожает. И если у вас нечего этому устройству преподнести, то это очень больно. Если вы выполняли этот челлендж, если взяли это устройство, обязательно попробуйте вот эту комбинацию, потестируйте, и вы увидите истинное нагибаторское устройство, которое, ну, наверное, впервые за долгое время появилось у нас в челлендже, не считая, там, Гаусса, Сэмми. Но он у меня был, поэтому, как бы, я о нем особо не говорю. Как-то так, друзья. Если вам понравился видеоролик, если вам нравятся игровые видосы, если вы хотите увидеть больше их, обязательно поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого сочетания. Возможно, есть какие-то еще сочетания, которые вы бы хотели увидеть в ближайшее время. Пишите все комментарии, читаю. По возможности даже отвечаю на вопросы, если какие-то у вас есть. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.